Бал. Как красиво и довольно, казалось бы, архаично сегодня звучит это слово. Но балы, как уже становится понятно, совсем не ушли в прошлое, не канули в лету. Роскошные торжества проводят в усадьбах, например, Царицына и Абрамцева. Съезжаются на эти великолепные балы люди разные, но увлеченные эпохой расцвета великосветских приемов. Балы в Россию привез Петр I. Назывались они тогда ассамблей. Танцы – это непременный атрибут светского общества. К ним с измольства приучали и юноши, и девушек. Традицию проводить балы в усадьбах поддерживают и в Щелковском районе. Впервые в легендарной и чудом сохранившейся усадьбе Лазаревых во Фрянова, ныне это историко-крывеческий музей, состоялся первый в 21 веке бал. Событие поистине уникальное для ценителей и любителей исторических танцев. Такое свидетельство, можно сказать, историческое, это заметка в газете «Богородская речь», где достаточно кратко, но все-таки говорилось о том, что в усадьбе Фрянова господа Залугины дают бал. Мы, конечно, за эту заметку зацепились, потому что это дало нам подтверждение, что действительно в этой усадьбе устраивались подобные встречи, подобные мероприятия. Нам бы очень хотелось приоткрыть завесу, посмотреть туда, как же здесь все это было устроено. Ну, пока мы, скажем так, наверное, процентов на 80, конечно, фантазируем, основываясь на каких-то других источниках о том, как это могло проводить. В любом случае, нам очень хочется эту традицию возродить, и чтобы балы были каждый год, а может быть и несколько раз в год, и разной тематики. Ну, вот сегодня такая у нас проба пера. Можно сказать, что проба удалась, ведь бал провели в лучших традициях. Распорядитель, как положено, объявлял порядок танцев, приглашая дамы-кавалеров в очередной круг вальса или полонез. К сожалению, не сохранилась точная программа, какие именно танцы проходили в нашей усадьбе, поэтому мы будем делать такую условно-стандартную программу тех времен, и танцы, которые, конечно же, хорошо знакомы нашим танцорам. Традиционный гранд-марш, под него в бальную залу входят пары. И вот начинается танец. Завороженно кружатся прекрасные дамы и галантные кавалеры в исторических костюмах. Все они участники клубов исторического танца из города Фрязино и Ивантеевки. Это замечательная идея. Я думаю, что такие традиции надо возрождать, и, может быть, таким образом и усадьбы сами будут оживать, если такой привычный к ним образ жизни будет проведен. То есть, возможно, частые балы они не выдержат, но периодически, мне кажется, раз в сезон, это было бы очень полезно и для самой усадьбы, как для музея, и для тех людей, которые живут рядом, немного разнообразить их повседневную жизнь. Шьем все сами, потому что массового производства костюмов нет, исторических бальных не только платьев, но и фраков. Поэтому сами создаем эскизы, сами конструируем одежду и сами шьем. Это погружает немножко в другую атмосферу, позволяет очень хорошо отвлечься от обыденности, просто на время забыть о каких-то своих постоянных проблемах, получить массу удовольствия. К тому же, там есть и медленные, интеллигентные танцы, а есть, наоборот, быстрые, народные, которые вообще очень веселые. Главным образом, да, это для души, для настроения. Во времена наших пра-пра танцам, конечно, учили не всех. Это занятие в основном было для детей из высших сословий. Ну, таково было время. Несомненно, в прежнее время участники бала прекрасно знали танцы, которые будут исполняться во время этого самого бала. Сегодня у всех желающих участников бала в Афряново есть возможность получить мастер-класс по историческому бальному танцу. Болька, контрданс, вальс и другие танцы, составляющие основу любого бала, исполняли сознанием дела и очень эффектно участники. А за ними с нескрываемым любопытством и восторгом наблюдали зрители. Тяжело быть немножко так, как бы на чужом празднике сидеть. Но я думала, вот когда сидела, смотрела, я думала о том, что, наверное, вот в таком возрасте, как я, уже в основном сидели. И действительно трудно было удержаться и не закружиться в ритме вальса. Так припомнив уроки классического и бального танца, я волю натанцевалась, получив незабываемые эмоции. Этот бал в усадьбе, словно машина времени, переместила всех, кто прибыл в прекрасную эпоху красоты и вдохновения. И пусть быт отступает перед несущимся стремительным вихрем вальса, унося нас в прекрасное далёко. Илья Тимеева, Максим Саровегин, телерадиокомпания «Щелково».